Увлекательный квест «Путь к сердцу молодежи» В этом своем опыте убедились организаторы игры, прошедшей в Есентуках Ребята с большим интересом отвечали на вопросы, связанные с церковной жизнью Подробнее о познавательно-развлекательном мероприятии расскажут наши коллеги Впервые в истории Пятигорской и Черкесской епархии для православной молодежи провели занимательный квест Игра прошла на территории Петропавловского храмового комплекса города Есентуки Началось все с общей молитвы Важность и значимость для нас сегодня прибытие молодежи, молодежи нашего благословенного Кавказа Который посетит наш комплекс, впервые некоторые из них И мы расскажем не только о наших святынях, но мы и расскажем о том, как общими усилиями можно достигнуть очень многого Как общими усилиями можно найти любовь друг среди друга И как можно общими усилиями сделать очень много добрых дел В состязании участвуют команды из девяти богачей Непятигорской и Черкесской епархии В каждой по 4-5 человек Сам квест посвящен 12 апостолам В такой увлекательной форме мы стараемся донести до молодежи информацию и о святых апостолах И информацию об истории церкви В такой вот неформальной обстановке общаемся на темы, связанные с духовностью Квест состоит из 12 вопросов Их нужно найти, правильно ответить и зафиксировать результат в штабе Задания спрятаны в достопримечательностях парка Примерно вот так Кто из апостолов спросил, может ли быть что-то доброе из Назарета Парк разбит на возвышенности Площадь комплекса около 20 гектаров Есть здесь и свой вертеп, и сионская горница, и гроб господень Перед ребятами стоит сложная задача Не только найти вопросы на такой большой территории Но и выиграть у соперников в скорости Ведь отчитываться в штабе нужно после каждого найденного задания Что касается вопросов, то есть как простые, так и сложные Когда во внимание приходится брать несколько источников и сводить все воедино Ну это очень интересный квест Чем он интересен? Ну то, что это очень необычная тема для квеста И как раз на эрудицию проверка На скорость отбегаем По итогам квеста первой становится команда Пятигорского благочини На втором месте ребята из Новопавловска А на третьем хозяева игры – есентучане На самом деле сложнее было все эти вопросы найти, добежать до них Потому что территория действительно огромная И разброс вопросов настолько же огромен После награждения обсуждение игры за трапезой Общение ребят в неформальной обстановке Обмен опытом, новые знакомства Это, по мнению организаторов, самое важное Мероприятие носит общий парахиальный характер Дети тут есть и воцерковленные, как вы уже заметили И совсем не воцерковленные, и те, кто делает первые шаги Радостно то, что все они стали сопричастниками этого большого дела В планах у молодежного отдела Пятигорской и Черкесской епархий Сделать подобные встречи регулярными и масштабными Мария Синина, студия Благословенный Кавказ